Рублевское шоссе. Дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Спора между водителями о его обстоятельствах нет. Нужно только правильно оформить документы. Позвонили по номеру 112. Диспетчер переключил их на горячую линию Центра помощи при ДТП. При ДТП какие документы надо? Страховка, если есть каска, я так понимаю. И заполнить анкету все. В принципе, и подсказывают. Таких ДТП в Одинцовском округе происходит от 15 до 30 в сутки. Участники могут оформить документы самостоятельно, не вызывая экипаж ДПС. Но ситуация стрессовая и правовых знаний зачастую не хватает. Ошибка при заполнении бумаг и проблемы со страховой компанией обеспечены. Не допустить этого помогут специалисты Центра помощи при ДТП. Совершенно бесплатно. Рассказывают, как правильно сделать фото-видео фиксацию, как правильно заполнить извещение к Европротоколу, как нарисовать схему. Все направлено на то, чтобы граждане могли самостоятельно, как закон им предписывает, оформиться на дороге и покинуть место происшествия без ущерба для дальнейших своих взаимоотношений со страховой компанией и получить максимально возможное страховое возмещение. Специалисты Центра готовы прийти на помощь в том случае, если в результате аварии нет пострадавших и разлива топлива. При отсутствии у участников ДТП разногласий можно обойтись консультацией по телефону. Если есть разногласия или проблемы какие-то с полисом, то выезжают наши стационарные посты, в которых мы сегодня находимся, например. И здесь уже приезжают. Здесь работает опять-таки наш сотрудник или сотрудник ГИБДД, в зависимости от того, какая все-таки ситуация разбирается. И в рамках полномочий сотрудник ГИБДД, дежурящий с нами ежедневно с 8 до 8, выдает необходимые процессуальные документы. Центр помощи при ДТП открылся в Одинцовском округе год назад при поддержке администрации муниципалитета. И это сотрудничество будет продолжено, в том числе в сфере пропаганды безопасности дорожного движения.